Уличные аферисты. Как мошенники грабят стариков? Деньги большие. Около 700 тысяч. Отдала я их сама, добровольно. Девушка, я нашёл клад. Купите по дешёвке. Где на самом деле аферисты берут старинные монеты? Стоимость этой монеты оптовая 90-100 рублей. Олигарх с большой дороги. Зачем мошенники подъезжают к жертве на дорогой машине? Ну, я ждала долго. Полчаса подождала. Потом я поняла, что я олень. Они разыгрывают на улице целые спектакли. Раздают горожанам товары якобы совершенно бесплатно. Впаривают фальшивые монеты, перстни и наборы эксклюзивной посуды. Они давят на жалость и просят срочно помочь, обещая озолотить своих благодетелей. Почему вполне здравомыслящие люди за порогом дома теряют разум? И как действует уличный лохотрон? Об этом смотрите прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Мадам, я срочно уезжаю в аэропорт. При помощи такой или почти такой легенды уличные карабельники уже много лет обманывают горожан. В афере всегда принимают участие презентабельный господин, сверкающая посуда и дорогой автомобиль. Мужчины, не ведитесь. Это разбор полный. Я вас снимаю, потом на Ютуб буду укладывать. Это разбор. Почитайте в интернете. Давай, убирай и езжай отсюда. Короче, я от них пошел. Да, все, уходите, а ты езжай отсюда. Езжай, езжай, езжай. Гоу, гоу, помни. Они не русские, что ли? Придуряются. Летом прошлого года к москвичке депутату Ольге Косец прибежала подруга, вся в слезах, и попросила срочно одолжить ей денег. Оказалось, на улице к ней подошли молодые люди, и она купила у них набор дорогой посуды известной марки. Стали ей показывать, стали рассказывать, что они сейчас улетают за границу, везти обратно все это очень дорого, и они продают это по дешевке. Вот вы же знаете, сколько стоит посуда Цептер, там одна кастрюля стоит 3000 долларов. Мы вам за 2000 долларов продадим. Аферисты впиваются в прохожих, как клещи, и отделаться от них очень трудно. Подруга Ольге Косец отдала мошенникам всю семейную заначку, а дома, распаковав, поняла, что это не Цептер, а дешевая китайская подделка. Мы с ней еще раз посмотрели на сайтах, что эта посуда стоит от 2 до 5, максимум 8 тысяч рублей, целая коробка. Вот, ну ей нужно было как-то мужу объяснить, что, куда она деньги потратила. Она как-то перепугалась, я ей заняла деньги. А через несколько дней Ольга сама столкнулась с продавцом кастрюль. Сказала, что сейчас вызовет полицию и достала телефон, чтобы снять номер машины. Я вижу, как второй парень, который за рулем, он тоже выбегает из машины, они вдвоем бегут на меня. Хватает меня за руки, начинает тащить меня в машину. Я просто пыталась отбиться от него, царапало ему лицо, кто-то меня тянул в одну сторону, кто-то в другую. Уличные продавцы орудуют по всей стране. Вот этого коробейника поймали в Новокузнецке. Продал посуду, дорого. А как? Продал ложки, вилки. 1200 я запросил у нее за все это. Она мне сказала, во-первых, 20 тысяч я тебе дал. Я с ней научил торговаться. Там 120 тебе дал. Ну, в общем, я уже забрал деньги, ушел. 120 тысяч мошенник выманил у пенсионерки Зои Ивановны. Серебряная посуда, как водится, оказалась подделкой. Вот она посуда. Было еще ящик, где ложки, вилки, все это было сделано. Да она мне не нужна. Покупатели ненужной посуды сначала сочувствуют, а потом ведутся на личную драму или большое горе продавца. Он умолял бабулям, мне говорят, товару много, и мне надо его расторможить. Если я, говорит, не расторможу, то меня выгонят отсюда, из России, и я, говорит, и все, товар отберут. Схема подкрепляется определенным дедлайном, то есть ограничением по времени, когда жертве объясняется то, что нет времени думать, нужно быстрее покупать посуду. И также здесь, конечно же, идет упор на жадность. Когда человеку предлагают дорогую посуду в 3-4 раза дешевле, ее якобы реальной стоимости, тоже включается такой порог людской, как жадность. А вот еще один деятель уличной торговли толкает растерянным пенсионерам коллекцию из массажера, бритвы и кухонных ножей. Прямо у подъезда. Фишка этого благодетеля в том, что все товары он якобы раздает бесплатно. А что желаете для прикупления встречи? Скажите, пожалуйста. Здоровье. Здоровье. Верно, здоровье. Это вот от нашего отдела здоровья, тот самый массажер, удаляет боли спине, мышцы, даже суставов. Каталог у нас остается 11500, она тоже на рекламу. Скажите, пожалуйста, это вы все бесплатно вручаете? На правах рекламу вручаю. В смысле на правах? Чтобы о нас рассказывать, тем самым закладом. То есть вот мужчина сейчас может это унести домой, забрать все эти вещи, и он ничего вам не должен. Нет, смотрите. И вот тут начинается самое интересное. Раздает парень якобы бесплатно. Но потом за это барахло надо будет заплатить немалые деньги. Вся коллекция вот эта в каталоге на почтовом отделении выставляется 28 900. Как вы считаете, дорого, приемлемо? Ну, это дорого. За вашу коллекцию. Полностью соглашусь. Сегодня наша дирекция, все основные расходы за всю эту гору коллекции взяла на себя. Минус составляет не 28 900, даже не половина, всего 6. Сам парень деньги не берет. 6000 рублей нужно будет заплатить курьеру, который подъедет позже. Вот это барахло на китайском рынке, на садоводе, стоит максимум 1000-1500 рублей. И сейчас вам скажу, 4500 – это ваша маржа, которую вы ходите здесь, извиняюсь за выражение, как мошенник. И вот так дурите пенсионеров. Абсолютно. Я ничего не продаю, девушка. Я вручаю. 6000 рублей. Вам кто должен дать? Они откуда должны появиться? Мне ничего не надо платить. А кому надо платить? Так 6. Смотрите, приезжает курьер, приезжает с накладной, с чеком. Да, приезжает и за 6000 вот эту вот фигню продает. Правильно? Давайте называйте вещи своими именами. А что он делает, курьер? Ну, курьер доставляет. Если им нравится, да, если им нравится. Правильно. А они берут и покупают. Правильно? Только вы не надо... Покупают. Только не надо вам говорить и всем рассказывать, что это бесплатно. Этому мошеннику не удалось поживиться. После нашего вмешательства пенсионеры разбежались. А вот Нина Петровна из Подольска клюнула на акцию и набрала домой целую гору подарков. Подошел ко мне на улице парень. Говорит, вот вам подарочек. Я так удивилась, что-то начал говорить, говорить, говорить. Я и не поняла. Взяла этот подарок и пошла домой. Принесла, положила. Через час где-то звонок в дверь. Открываю, стоит совсем другой парень. И говорит, вы подарок брали? Я так помолчала, брала. Он говорит, ну вот тебе и платить нужно. За массажер и прочее барахло с Ниной Петровной потребовали 8 тысяч рублей. Пришлось отдать полпенсии за, в общем-то, ненужные ей товары. Вещи бестолковые. Посмотрела. Одно сломано, второе не работает. Третье вообще мне не нужно. В общем, одним словом, дура. А вот эту пожилую москвичку две мошенницы развели на женские кофточки. Одна сказала, что приехала из Краснодара и хочет купить партию кофт у другой. Но ей, как приезжей, товар не отпускают. Поэтому нужен посредник, который оформит сделку на себя. Бабушке предложили заплатить 50 тысяч рублей своих денег. Которые мошенница после сделки обещала тут же вернуть. И в благодарность за участие пообещала старушке 4 кофта. Я говорю, ну ладно, пойдем. Я пошла. Ну, там у нас завязалось. Это одна не дает, и той не продает. А мне сказала, продаст. Обе торговки действовали сообща. И, получив деньги, просто кинули старушку. Бабушка пошла в полицию. Мошенниц задержали. А задержаны вы за что? Продали кофточки. И все? За продажу? Да. Только? Ну да, просто бабуля деньги передала побольше. То есть вы ее обманули, получается? Получилось. Не специально было. Не специально? Нет. А как? Ну, без 105 тысяч, а нам без 150. И вы взяли все 50 тысяч? Ну, конечно, но кто же откажется? Пенсионеры часто попадаются, мне кажется, на это. Потому что пенсионеры, это, во-первых, люди того времени. Те люди, которые перешли из той формации сюда. Я бы, наверное, покупался бы на эти вещи. За что задержаны? 159. А обстоятельства можете рассказать? Ну, посуду потом. Кому? Женщине. За сколько вы ее продали? За 200 тысяч. А сами где ее взяли? Купили. За сколько? По-моему, 15 севера. Смотрите далее. Воспользуюсь вашей сберкнижкой за вознаграждение в евро. Как аферисты охотятся на пенсионеров. Домой, когда пришла, тогда думаю, господи, я зачем деньги-то ей отдала? В руки-то. Есть ли у вас запрещен деньги при себе, которые вы добывали преступным путем? Да, вот здесь. Вот деньги. Эти деньги, 200 тысяч рублей, мошенники отобрали у московского пенсионера на улице, прямо у сберкассы. Я здорово пристратился. У меня жена была при смерти, умерла. Каждый день врач прикатил, по две тысячи перевязки. И мне массаж, у меня артраск. Когда мужчина вышел из банка с деньгами, аферисты разыграли целый спектакль. К нему подошла женщина и спросила, как пройти в стоматологию. А потом, слегка убежав вперед, снова остановилась и сообщила старику радостную новость. Я вот деньги нашла. Так, ну, нашли, слава богу. Берите, доедите домой. Памиль, минуточство? Алло, Анастасия Александровна. Год рождения? 77. Чем на жизнь зарабатываете? Сижу дома. Ну, кушать на что покупаете? Мама с папой содержит. Женщина с деньгами уходит. А еще через пару минут в игру вступает следующий мошенник. Он подошел к деду и сказал, что потерял свои деньги. Я Хабибуллин Ильдар Асадилаевич. 1967 года рождения. Занимался этим мошенничеством. Пенсионер сказал жулику, что его деньги только что подобрала какая-то женщина. Но воровка обвинила в краже ошарашенного деда. И тут в игру вступает третий мошенник, якобы полицейский. Я из милиции. Покажите, какие у вас деньги. Ну, я жду, и показал. Тут этот первый меня прижал к стенке. Выхватил деньги, и они убежали. Он вот так вот у него выхватывает, и мне быстро поехали, быстро отсюда поехали. И все, ему уехали. По мере меочества? Герсеник Дмитрий Владимирович. Бод рождения? 11-12-81. Мошенникам не повезло. У банка были расставлены наружные камеры видеонаблюдения. Благодаря им аферистов в тот же день поймали. А ограбленный дедушка получил свои деньги обратно. Но страху он натерпелся такого, что теперь будет гораздо осторожнее. Я думаю, хорошо, что я не сопротивлялся, а то тюкнули. В какой целью приехали? Заработать. Нашли работу? Нет, не нашли. Чем занимались? Ну, решили обманным путем заработать деньги. Оригинальный способ отъема денег придумали мошенники в Новокузнецке. Две женщины отлавливали пенсионеров прямо у подъездов и, представляясь банковскими сотрудниками, предлагали открыть вклад в их банки на супервыгодных условиях под 30% годовых. Мошенницы обещали, что банк подарит пенсионеру дискомптную карту – 30% скидку во всех магазинах города. Эта бабушка – одна из тех, кто купился на предложение. Я 5 тысяч добавила, и 75 сняла, и 80 тысяч. Вот так вот держу, она у меня деньги взяла, говорит, меня на лавочке подождите, мы сейчас подъедем на машине. А деньги-то у ней. И она от меня быстро-быстро пошла. Пенсионерка собрала все свои деньги и отдала сотрудницам банка, чтобы открыть вклад и получить дискомптную карту. Домой, когда пришла, тогда думаю, господи, я зачем деньги-то ей отдала, в руки-то? Аферисток поймали. Оказалось, это две гражданки Узбекистана. Одна из них представлялась сотрудницей банка, а другая подходила во время разговора и делала вид, будто уже участвует в акции и очень-очень довольна. По национальности поднечка. Вы должны на меня глаза смотреть, я не могу ничего. Я так хочу погулять, все восстановить. Был в этой банде и третий участник, мужчина. Он контролировал работу подельниц со стороны и на заработанные деньги купил себе машину. Ни держали по подозрению. По подозрению в чем? В машине. Ну а что именно вы делали? Ничего не делали, просто ходил, мне сказали пойти, я пошел. Москвичка Валентина Лях шла в парикмахерскую, когда рядом с ней на проезжей части остановилась машина, в которой находились двое молодых людей. Попросили, чтобы улья-москвичка и у меня есть книжка, значит, вот чтобы они из Молдавии перечислили большую сумму денег на мою книжку. Неизвестные сказали пенсионерке, что после того, как она сообщит им данные своего банковского счета, на него поступит крупная денежная сумма, после чего деньги со счета они снимут и за это щедро отблагодарят бабушку. Женщина согласилась. Начали звонки, оказалось, что не через 15 минут деньги поступят на книжку, а только через три дня. А деньги уже перечислены на мою книжку. Аферисты убедили старушку в том, что снять деньги мгновенно не получится, а у них патовая ситуация, и их родственнику завтра нужно делать сложную операцию. Деньги нужны им немедленно. Деньги большие, около 700 тысяч. Отдала я их сама, добровольно. Вот. Ну, просто вот разыграли такой спектакль. Валентина Петровна сняла все свои деньги с книжки и отдала проходимцам. Ведь она полагала, что деньги на ее счет все равно уже отправлены. Тем более мужчины вручили ей за эту услугу увесистую пачку евро. Деньги мне дали, чтобы я была, ну, спокойна, наверное, эти три дня. Большую пачку денег, якобы евро. Власть должна на этом следить. Городская власть, я не знаю. Это вообще должно искореняться в сути своей. И за это нужно просто вообще карать. Смотрите далее. Старинные монеты из подвалов Санкт-Петербурга. Как приезжие разводят горожан. В Санкт-Петербурге чем занимаетесь? Приехали дыхать. Посмотреть на город, да? Посмотреть на город, на ваш исторический город. Добрый день. Я нашел клад. Давайте вместе продавать старинные монеты. Эта необычная разводка уже несколько лет гуляет по стране. В роли продавцов обычно бедные гастарбайтеры либо алкаши. В роли жертв добросердечные девушки и женщины. Это просто везде. У торговых центров, в магазинах, на бензоколонке, просто на улицу. Подходят и рассказывают, что умер дедушка, он был большой коллекционер. Я знаю, что они стоят больших денег, но мне надо опохмелиться примерно так. Мне очень хочется выпить. Купите хотя бы по тысяче рублей. В Санкт-Петербурге такую аферу провернули вот эти три заезжих гастролера из Волгоградской области. В Санкт-Петербурге чем занимаетесь? Приехали отдыхать. Посмотреть на город, да? Посмотреть на город, на ваш исторический город. Любители старины подошли на улицы к 87-летней пенсионерке и предложили по дешевке купить редкие монеты. Ну или хотя бы занять им 50 тысяч до завтра. Под залог монет уж очень надо. Есть у вас, я говорю, есть. Решили помочь, да? Конечно. Старушка согласилась, проехала со злоумышленниками в сберкассу, где сняла с книжки и отдала им 50 тысяч рублей. Спустя некоторое время, поняв, что стала жертвой обмана, пожилая женщина обратилась в полицию. На развод с монетами попадаются и молодые девушки. Екатерина Заматаева живет в Москве. В тот день она гуляла с ребенком в парке. Вдруг к ней подошел узбек и попросил на минуточку воспользоваться мобильным интернетом. Он стал доставать из карманов монеты с целью узнать, что это за монеты и сколько они стоят. Монеты эти были с виду старинными, царских времен. И, соответственно, я начала в интернете забивать там монеты Екатерина Великая, Петр Первый. И люди даже не понимают, что в одном кладе не может быть такого. И Петр, и Анна Иоанновна, и Екатерина, и Николай Первый, и Александр, и Николай Второй. Просто они не могут в одном кладе, в одном горшке содержаться. Такого не бывает. Мужчина рассказал, что нашел монеты в подвале, где живет вместе с другими мигрантами. Екатерина пошутила, что он, наверное, вскоре купит себе квартиру в Москве. На что он мне ответил, что его постоянно все обманывают, и у него не получится самому продать эти монеты, никак их сбыть, что у него отняли паспорт его работодатели, что живет он в подвале. Потом он сказал, что у него нет денег даже на продукты, и попросил за символическую сумму купить первую партию. Не стало его жалко, потому что, кроме того, что он живет в подвале, он еще рассказал, что на родине у него есть родители, жена, маленький ребенок, что они ждут второго ребенка. И каждую копейку он отсылает туда. Мужчина все рассчитал точно. Девушка подумала, что и доброе дело сделает, да еще и заработает. И заплатила 10 тысяч рублей. Ну и, собственно, он мне передал эти монеты, сказав, что у него в подвале их там очень-очень много, и что сейчас мы наладим этот бизнес, и все пойдет. Стоимость этой монеты оптовой – 90-100 рублей, в розницу – 150. Но продают их, когда цепляются где-то на улице, не меньше, чем по, ну, наверное, 500 тысяч рублей в среднем. То есть, представляете, какой заработок у мошенников. Уличные аферисты проделывают такие фокусы, что настоящие фокусники отдыхают. Иллюзианис Павел Ионов ехал на очередной концерт и застрял в пробке. Стояла машина, довольно-таки приличный, Мерседес или БМВ, сейчас точно не помню, с евросоюзскими номерами. Человек стоял возле машины, был очень прилично тоже одет, плащ, костюм, и очень жестикулировал, да. Видно, что было, что ему нужна помощь. Как ни странно, мы быстрее подаем людям, которые выглядят прилично. Вот если человек там, ну, как бы, от него плохо пахнет, дурно, да, он 30 лет не мылся, ну, ты уже понимаешь, что здесь давай-не давай, ну, бесполезно. Павел остановил машину. Мужчина на ломаном русском сообщил, что он турок, работает в строительной компании и едет на похороны в Минск. И вдруг неожиданно закончился бензин, а карточка почему-то не срабатывает. Поэтому срочно нужна помощь, желательно наличными. Это меня сразу как-то сначала насторожило, я решил тут же уехать, он понял, наверное, свою ошибку, да, что денег по психологии как-то неправильно просить, и снял с себя перстень. Золотой перстень, показал на нем пробу, дал мне его сразу в руки, вот, сказал, что любые деньги, потому что срочно нужно заправиться. Фокус с перстнем старый, как мир, но турок очень убедительно играл свою роль, и Павел, как наивный мальчишка, упился. У меня с собой были некоторые деньги, да, и открывая кошелек, хотел дать ему полторы тысячи, он увидел, что там есть более крупные купюры, пять тысяч, сказал, что полторы мне не нужно, снял с себя еще одно кольцо, снял с шеи цепочку, снял с руки цепочку, дал мне это все, и сказал, вот, пять тысяч, и, собственно говоря, все. Выбежал еще из машины два человека, один там врувал на себе волосы, плакал, чуть ли на асфальте лежал, что нужно быстро уехать. Владелец машины уверял, что перстень фамильный, редкой работы, и Павел продаст его за большие деньги. Артист решил оценить перстень и по дороге заехал в ломбард. И вот тут выяснилось, что его обманули. Под видом золота ему впихнули крашеную медь ценой в 200 рублей. Чаще всего такие фокусы на российских дорогах проворачивают заезжие румыны. Добрый день, О! Че случилось? Я Румыния. Пожалуйста. Румыния. А как зовут русский мани-мани? Доллары. Не, русский. Евро. Русские деньги. Русские деньги? Копейки? Копейки, рубль? Рубль, али. Подарила 25 грамм золоту. Дай, русские, купили солярку. Ко мне подошел на улицу мужчина. Немножко говорит по-английски, немножко по-французски. Я в парикмахерской Дессаунж. Вы знаете, я потерял кошелек, мне сейчас надо ехать в аэропорт. Я с подарками к Новому году, естественно. У меня вот тут кошелек. Он говорит, о, у вас красота, я вижу кошелек, вы можете мне помочь. Я открываю кошелек, и только в этот момент понимаю, что там сзади кто-то еще стоит. Я бежала с этими подарками, как олень. Знаете, на 100 метров куда же еще быстрее бы я пробежала совершенно. Это очень все опасно. И особенно это получается как раз перед Новым годом, перед праздниками. Разжалобить женщину гораздо проще, чем мужчину. Певицу Светлану Разину однажды развели на автозаправке. Она залила бензин, пошла расплачиваться. И тут перед ней затормозил дорогой автомобиль с красавцем за рулем. Понимаешь, такая ситуация. Ну, ты же видишь, я не бомж. Ну вот на карточке сейчас денег, мне карточку заблокировали. Вот что-то там произошло, я карточкой оплатить не могу, а наличника у меня нет. Говорит, ну выручи, пожалуйста. Красивый парень на дорогой машине. У Светланы даже мысли не возникло, что такой может обмануть. Ну, короче говоря, я ему отдаю тысячу рублей, он хватает, берет мой телефон, сейчас я, говорит, запишу, я вам пришлю деньги, вот сейчас доеду до мамы и пришлю. Ну, я ждала долго, полчаса подождала, потом я поняла, что я олень или ладь. Купи, спаси, помоги. Уличные мошенники буквально атакуют горожан различными просьбами. И чем меньше на них реагируешь, тем лучше и для нервов, и для собственного кошелька. Помните об этом, берегите себя и не повторяйте ошибок наших героев.